Остается добавить, компания – один из значимых налогоплательщиков в республике. За счет подобных налогоплательщиков растут зарплаты и социальные выплаты. А зарплата бюджетников по-прежнему остается главной темой совещания у главы республики. Заместитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской республике Эльвира Максимова рассказала о результатах мониторинга средней заработной платы работников в социальной сфере. Напомним, что согласно поручению Владимира Путина, через 5-6 лет средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна быть вдвое выше средней зарплаты по региону. На сегодняшний день в республике воспитатели детских дошкольных учреждений получают около 8,5 тысяч рублей. Это чуть более 60% от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. У учителей средних школ зарплата чуть выше 13 тысяч рублей. Это составляет 80% от средней заработной платы педагогических работников республики. Что касается преподавателей начального, среднего и высшего профессионального образования, то зарплаты варьируются от 14,5 до 16 тысяч рублей, что наиболее приближено к показателю средней зарплаты в регионе. По предварительным прогнозам, с 1 октября 2013 года их зарплата должна увеличиться почти на 16%. У остальных категорий бюджетников оплата труда вырастет на 5,5%. Реформа оплаты труда бюджетников выглядит многообещающе. На эти цели в проекте республиканского бюджета на будущий год предусмотрен резерв в размере более миллиарда рублей. В 2014 и 2015 годах по расчетам Чувашского Минфина на повышение зарплат необходимо более 2 миллиардов рублей ежегодно. В декабре месяце, в декабре по учителям выходим на среднюю по субъекту, то есть это прогнозируемо 17 тысяч 225. Это увеличение в течение года на 4779 рублей или 38,4%. По детским садам, дошкольному образованию мы выходим на 80% в декабре от средней зарплаты в сфере общего образования. Это 12 836. Рост за год на 5 149 рублей или на 67%. Но республиканскому бюджету не обойтись без помощи федерального бюджета. По словам Михаила Ноздрякова, на покрытие части затрат предусмотрены дотации в размере почти 380 миллионов рублей. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.